Анна как раз рассказала очень типичную ситуацию для женских взаимоотношений. Очень типичная. Очень часто девочки рассказывают свои взаимоотношения с мамой, с какой-нибудь со старшей родственницей, со старшей коллегой. И в женских отношениях почему-то часто бывает принято перечеркнуть правильность поведения другой женщины. Если появляется хоть какая-то возможность, например, отношения тети и племянницы, мамы и дочери, это круглосуточно. И знаете, в каком виде? У меня, например, часто тоже приходят на консультацию взрослые женщины, 65-75 лет, у которых она приходит пожаловаться на своих внуков. Какие они паразиты? Начинаем разбирать, начинаем собирать информацию. Как же выявляется, проявляется этот паразитизм? Я расскажу, например, такую короткую ситуацию. Внук, там уже ему 30 плюс, занимает такую большую серьезную должность, проводит серьезные мероприятия, живет в другой стране. Бабушка, значит, просит своей дочери, чтобы та ей там фотки прислала. Не каждый мужчина любит фотографироваться. Ну и там, значит, она, она собирала фотографии своего сыночка, какие-то мелкие, кривые, косые, непонятно, его там не рассмотришь. Вот сыну написала, сынок пришли, бабушке отправим. Как сынок посчитал нужным прислать фотографии? Он выбрал фотографии, где он крут, в плане мероприятия. Там одно мероприятие, такое мероприятие, третье. Собрал пакет этих фотографий, отправил. На что в ответ и мама, и внук получают. Мне вообще не интересен статус моего внука. Я хотела его рассмотреть. Это я вам одну ситуацию расскажу. Таких ситуаций, когда что-то внук делает, и бабушка сразу ему говорит, что он делает неправильно. Он делает неправильно, он делает неправильно. И при этом бабушка мечтает, чтобы внук приходил, приезжал, звонил, там, с днём рождения поздравлял. Когда я собираю информацию, ни разу не было контакта, при котором другой человек был бы удовлетворён. Да, вот конкретно внук или там её дочка. И вот здесь вот, Дмитрий, в такую ситуацию попадаем. Я же говорю, одно дело, когда бабушка пришла ко мне, мы с ней разбираем, но, извините, там такой твердолобый вариант. Там из Сирии. Милия Васильевна, расскажите, как мне их построить. Ну, можно рассказать, как вызвать чувство вины, на чувстве вины, на чувство долга, надрессировать. И они, значит, с барабанами будут приходить. Если вас это интересует, можем сделать это. Если вас интересует эмоциональная привязанность, да, то давайте поработаем над тем, чтобы вы не воровали психологический комфорт у детей. Но она пришла, хотя бы в полуха где-то меня слушала, где-то мы пробовали, где-то мы разбирали ситуации, потом я стала просить её, чтобы она мне собрала ситуации, когда ей было некомфортно. И мы потом сравнивали её ситуацию, и как она вытворяет, любя, любя свою дочь, интеллигентнейшая женщина, любит свою дочь, любит своего внука, вагонами передаёт там что-то, делает всё, да. Но вот таким образом разрушает эти отношения своей речевой агрессии. Тут как бы учу того, кто сам пришёл, почувствовал, что нету эмоционального тепла, нету заинтересованности. А вот ситуация, например, как внуку, Дмитрий, вот как внуку, предположим, сказать бабушке, потому что мне потом приходилось ещё с внуком контактировать, и он говорит, знаете, Эмилия Васильевна, мне удобнее прервать отношения, меньше звонить, меньше писать, чем бабушке показывать на то, что она делает больно и неприятно. Ну, какое-то действие он сделал. Он, например, решил поехать куда-то на отдых, бабушка напишет, что вообще выбрал чёрт знает что. Он поехал, такой отдых, знаете, как сейчас с лечением связано. А зачем тебе это нужно? Не надо ездить лечиться, это всё вредно. Он приболел с температурой, ну, как бы отнёсся к здоровью. Так, всё, вчера была температура, утром нету, пошёл на работу. Не надо, надо сидеть дома. То есть всё время всё наоборот. Вот, Емелья Лука... То есть критикуются всё. Ну, надо понять, ради чего они это делают. А не думая, что они так делают лучше. И то, что люди, родственники, или тем более бабушка, или тем более родители, это облегчающее вину обстоятельства. Да, вот мы как в суде здесь должны судить. Одно дело, если люди далёкие ведут, там, случайные, себя не так корректно. А другое дело, если близкие люди. К близким людям, на мой взгляд, надо более снисходительно относиться. То есть, да, они такие. Они не читали книжек на тему общения, не читали... Не знаю, кто такой Карнеги, не знаю, кто такой Николаевич Козлов. Они не проходили тренинги, не смотрели там какие-то вебинары. Это нормально. У людей свои интересы. И психологии там практически интересуются. Ну, не знаю, 5% населения, наверное, страны. А другие ничего на эту тему не знают. Потому что жизнь такая. Не до этого, что называется. И не входит в круг их интересов. Но раз мы занимаемся психологией, думаем об этом, и узнаем какие-то даже термины на эту тему, мы должны заранее это предусмотреть. И человек уже не переделать. Тем более в возрасте. Его переделать уже невозможно. Можно намекнуть, я не знаю, подсунуть какую-то книгу, но это, как правило, тоже бесполезно. Вероятность, что он там всерьёз чем-то таким увлечётся, она невелика. Переделать его нельзя. Мы можем только своё отношение к этому поменять. Вот я считаю, что да, здесь может быть два пути. Можно, конечно, дистанцироваться полностью от этой самой бабушки или от матери, не звонить и разорвать даже отношения. И такие случаи часто бывают. И я знаю такие случаи, когда вообще сын с матерью вообще не разговаривает после подобных замечаний. После вот таких некорректных замечаний со стороны матери, сын вообще с ней разорвал. И это трагедия вообще. И для одной стороны, и для другой. А помириться они не могут уже, потому что в разнос пошло. Уже слово за слово, и уже всё. Уже до суда дело доходит. Начинает сын с матерью, представляете, начинает делить недвижимость. Даже так бывает. Это одна крайница. Я считаю, что если силы, конечно, у этого сына или внука есть, то лучше принять то, что да, у меня такая особенная бабушка. Или у меня такая вот мама, которая меня постоянно воспитывает. Но я понимаю, первое, что она хочет мне лучше, первое. Второе. Я понимаю, что меня это задевает, но я не задевся. То есть я всё равно с собой буду работать. Что несмотря на некорректные замечания, это не будет для меня ударом по самооценке. Я всё равно хороший. И третье. Постараться предусмотреть такие ситуации. Что понять, что ну да, когда я начинаю слишком откровенничать, я наруюсь на замечания, на воспитательную работу, на педагогические все эти моменты. И всё равно, что бы я ни делал, всё равно это в итоге не понравится. Не успокоиться на этом. Не надо доказывать, что я хороший родителям. Они всё равно знают, что мы хорошие, но только у них своеобразное вот это вот к нам отношение. Они всегда нас хотят воспитывать. Мы для них всегда вот такие мелкие. Всегда мы... Каждая, условно говоря. И всё равно мы для них полностью хорошими никогда не будем. Декларация о принятии реальности. Как я сказала, Гебра, ты пишешь, посылаешь, делаешь и ждёшь положительные оценки. Ну, фантазировал. А тебе хлоп, хлоп. Я говорю, когда ты перестанешь ждать? Вот, Гебра, расскажи мне. Не надо здесь бороться за родительскую любовь. Они нас и так любят. Они нас и так мало бороться. И здесь снисходительно относиться ещё и относиться к тому, что мы должны уметь прощать. Вот такие вещи. Мы должны уметь не попадать, как я уже сказал, и правильно реагировать. Реагировать нейтрально на это. Ещё лучше, если сила находится, сказать, да, мама, ты совершенно права. Амортизация есть такой приём. Да, ты совершенно права. Зачем я пошёл на эту работу? Как ты права? И человек успокоился, и вам нормально. То есть уметь на этом артифировать, а не спорить вот так вот напрямую, как часто это бывает. Вопрос наших амбиций, нашей болезненной самооценки. Поэтому у меня девчонки, когда идут к своим мамам, это вот я с внуком работала, и говорила, так, сядь и пропиши, что бабушка тебе ответит в очередной раз. Вот. Вот вначале он там, например, собрался что-то сделать, и я говорю, какую ты хочешь реакцию? Он вот такой, вот такой. Я говорю, молодец. Возьми с полки пирожок. Я говорю, а теперь давай-ка напиши мне, как твоя бабушка отреагирует. Вот. Он там составляет и говорит, так отреагирует. Это, наверное, твоя фантазия. И он, значит, там вообще самый черновой вариант на маляка. Вот. И потом попредставлял эти черновые варианты. Вот представим, Аня, ты бы представила со своей этой барышней, которая бы, ой, не обращайте внимания, она глупости говорит. А если бы ты представила какую-то ещё более забубённую фразу, и пошла бы с ней в музей, и ждала, что сейчас она вот это скажет, вот это, вот это, понимаешь? Какие-нибудь три фразы. А она одну промяукала. И так, конечно, ну, не обращайте, она там глупости говорит. Нормалёк. Декларация принятия реальности. Есть люди, которые заслужили уже по определению, чтобы мы к ним относились как к особенным людям. Это родители, это бабушка. Они по определению сделали столько для нас, что мы внеоплатно вообще-то долгу. А тебе, получается, жалко язык засунуть там куда-то себе подальше, да, получается всего лишь. Они на тебя жизнь свою положили. Но если не жизнь, то значительная её часть. Они тебе вообще подарили эту жизнь. Во-вторых, они работали на тебя. Время. Они тебя кормили сколько? Восемнадцать. Тебя иногда больше даже лет. А ты сейчас свои амбиции здесь на них пытаешься обратно самооценку восстановить. То есть нужно просто вот хотя бы за уважение им прощать их маленькие слабости. И прощать даже их какие-то невротические даже замечания. На лесах взвешиваем. Верим мы в то, что они нас любят. Всё-таки, Дмитрий, да, есть совсем там патологические какие-то отношения. И у некоторых, к сожалению, бывают отношения с родителями таковы, что человек прекрасно понимает, родители его не любят. И он родителям даром не нужен. Вот мы не это обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем, что вы можете понять. Как бы задаваться... Нам больше кажется, что они нас не любят. Просто они любят такую особенную любовь, как они нас любят, воспитывают. Да, в этом так проявляется любовь. И если такие действительно токсичные родители, то тогда лучший способ сохранить отношения с ними, знаете какой? Ну, вообще, наверное, с любыми родителями, потому что в той или иной степени это везде присутствует. Лучший способ сохранить отношения хорошие с родителями это жить отдельно. Да, и тогда... Тогда на расстояние они тебя издалека больше ценят. Если замечания, то меньше уже. И когда ты приезжаешь на блины или на праздник какой-нибудь, это счастье. То есть расстояние решает многие такие вопросы, как ни странно это звучит. Я поэтому переехала жить в Энгрию, в Водопешт, подальше. Я шучу, шучу. Не только из-за этого, но... А если бы в Америку, то еще лучше были бы отношения. У меня были отношения с американцем, но туда как-то я не хотела переезжать. Уж слишком далеко. Дмитрий, что касается родителей, например, меня мой папа совершенно... Я не помню ни разу, когда бы он меня критиковал бы. Уже когда я выросла. То есть как-то папа, он принимал и меня, и принимал всех моих друзей, всех моих подруг, всех моих мужчин. Вот все просто принимал. А мама во всем пыталась найти, что можно было бы улучшить и что можно было бы изменить.